Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем готовить вкусные домашние булочки. Для этого нам понадобится молоко 500 мл, дрожжи сухие 10 г, сахар 100 г или 4 столовые ложки, соль 1 чайная ложка, ванилин 5 г, или же в нашем случае 1 пакетик, яйцо 2 штуки. В одном яйце мы отделили желток от белка. Нам желток понадобится для того, чтобы смазать поверхность булочек. Растительное масло 80 мл, мука плюс-минус 900 г, сливочное масло 50 г, уксус 7 или 9%, 1 столовая ложка, разрыхлитель 10 г, в нашем случае это тоже 1 пакетик, мак 2 столовые ложки или же по вкусу. Тесто настаивать мы будем 50 минут, а выпекать все это будем при 180 градусах 25 минут. Итак, приступаем. Мы добавляем молоко в кастрюлю. Молоко мы взяли из холодильника, поэтому нам его придется предварительно подогреть. Подогрев слегка молоко на газу, мы приступаем к добавлению всех ингредиентов в кастрюлю. Сейчас мы добавили онилин, разрыхлитель и дрожжи. Далее мы добавляем яйцо, растительное масло и соль. У нас маленькая мерная ложечка, в ней 1 грамм, значит нам нужно добавить 3-4 ложечки соли. Так как стандартная чайная ложка, без горки 7 грамм. Далее мы добавляем масло, сахар 100 грамм или 4 столовые ложки. Теперь приступаем к добавлению муки. Слегка перемешав ее в упаковке, она насытилась там кислородом, этого достаточно. Просеивать через сито ее уже не обязательно. И теперь перемешиваем содержимое кастрюльки до того, когда это станет более похоже на тесто. С добавлением дополнительной муки, для того, чтобы там образовалась уже цельная масса. На данной стадии замешивания теста, подошло время добавить мак. Две ложки. Ну, это все может варить по вашим вкусам. А после добавления мака мы добавляем столовую ложку уксуса. И продолжаем замешивать тесто. Вымесив тесто в кастрюльке, мы его перекладываем на рабочую поверхность, где будем продолжать его замес. Для булочек тесто нам понадобится не очень крутое. То есть, оно должно быть не сильно плотное. Выложив тесто на рабочую поверхность, мы начинаем замес. Итак, наше тесто для начала готово. Оно получилось мягче, чем на пирожке. Теперь мы его будем убирать, чтобы оно настаивалось. Мы его перекладываем на поднос, который мы предварительно смазали растительным маслом. И все это дело убираем в пакет. Далее мы убираем тесто в теплое место на 50 минут. Спустя 50 минут мы достаем наше тесто в теплое место. Можно заметить, что оно хорошо очень поднялось. Его стало еще больше, чем у него. Убираем поднос и теперь его нужно немножко отнять. И делим его на 12 частей. Итак, дорезаем наше тесто. Есть один небольшой лайфхак, как его можно порезать на 12 частей. Для этого вам нужно скатать колбасу, которую вы видели. Ее нужно поделить пополам. И после поделить те половинки еще пополам. И вам останется нарезать их на три части каждую. На три части кусок теста легче поделить. Это будет удобнее для глазомера. После того, как мы порезали тесто, мы начинаем формировать наши булочки. И продолжаем их формировать до конца. Доделываем крайнюю булочку и укладываем ее на противень. На этом этапе уже можно поставить разогреватую духовку до 180 градусов. А сейчас мы накроем наши булочки бумажными полотенцами. И оставим их в теплом месте примерно на 10 минут. Спустя 10 минут мы открываем наши булочки. И теперь смазываем поверхность булочек разбавленным желтком с молоком. Смазав поверхность булочек, вы можете посыпать их сверху маком. Те же действия мы продолжаем делать с остальными булочками на нашем противне. Закончив обмазывать булочки и посыпать их маком, мы убираем их на 25 минут в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Время вышло, теперь мы выключаем духовку, открываем ее и достаем оттуда наш противень с булочками. Уже на первых порах можно сказать, что они вышли очень аппетитными и очень достойно выглядят. Теперь мы им дадим несколько минут, чтобы они остыли, попробуем и подведем итоги. Итак, вот такие домашние булочки с маком по-деревенски у нас получились. Формы, они могут быть разнообразны, все зависит от вашей способности к лепке теста. Давайте разломим ее и посмотрим, пропеклось ли тесто. Да, оно пропеклось. Булочки вкусные, я снял уже пробу. Мы готовим их не первый раз, они всегда очень вкусные. С ними очень вкусно пить чай. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok